Всем доброго времени суток, меня зовут Ванекард, и мы продолжим играть в Проверку Шарлота, третий эпизод, конец детства. Ну, в прошей серии мы закончили на чём-то, на весьма неожиданном повороте, надо сказать. В кои-то веки эти ужасные зверцы в белом обществе кто-то прервал самоскарли Тейлер, но как мы понимаем, никакой скарли Тейлер на самом деле нет. И вообще, скорее всего, всё, что мы видим от лица Шарлота происходит в воображении этого парня в какой-нибудь его книге или чём-то подобном. Так, изменилось ли что-то в этой комнате, я так полагаю, может, в компьютере что-нибудь? Шарлота, прифи, тот купил билеты на тот Тейлер. Анри, о, Анри, в прошлый раз был Анри, что-то я уже не помню. Люблю, фу, противные. А, да, была, была, была. Мы же видели ещё, как мы не смотрели, какого-то избивают. Вот, убейся. Вот уже лучше. Небось, фильм полнает нища. Да, должно быть умурительно. Время ненависти. Всегда готово к ненависти. Не так ли? Теперь ты противный. Среди четырёх ухода, пофоткаемся заодно там. Бе, фотки. Эээ, это я. Ладно, собираюсь. А фильм такой уж и плохой оказался. Хм, неужели тебе понравилось это? По мне так это была полная катастрофа. Тебе просто понравилась романтическая сюжетная линия, не так ли? Иди ты. Бинго. Фиг тебе. Кстати, я тут слышал, что открылось кафе, популярный у парочек. Мы ведь пойдём туда? Конечно. Куда скажешь. Ты видишь это всё это только ради того, чтобы был очень богатся перед своими подружками, не так ли? А между прочим... О боже. Шарль завольно статный молодой человек. Эх, не ценят андре своего счастья. Ладно. Добро обожрать кафе, мадемуазель. У нас особое предложение для пар. Ну, что вы спросите с лицом? Тогда мы с радостью закажем столик. Ага. Блин, её даже нет. Она при ней не существует. Это женщины-официантки. То ли её забыли добавить, то ли она просто присутствует в нашей голове. Прошёл ваш заказ. Мятный чай, два парафе. Ммм, выглядит вкусно. Чик-чик, разовываются звук камеры на мобильнике. Ей, запустил Инстаграм. Или шутки про фотографии до Инстаграма, это уже устарело. Или это вечная классика. Я не знаю, я в Инстаграме не сижу. Хотя у меня есть кровь. Там ничего нет. Ты вообще есть собираешься? Конечно, конечно. Какой же фильтр Андрей использует? Это точно про Инстаграм. А я приступаю. Эй, не начинай без меня. Андрей, если их отдалять мне по мукушке, ребра по удой. Таки убить можно. Ай. А помягче никак? Ах, если не будешь вести себя, как последний засранец. Ага, ага. Вас понял. Андрей просто использует меня для подтверждения моего своего социального статуса. Ну, хоть он задумался. Чего и до сих пор непонятно, что никому до этого нет дела. А почему мы позволяем меня нас использовать? Вот в чём вопрос. Интересный, как помни. Тем не менее, в то время, что мы проводим вместе, я не считаю потерянным впустую. Тогда ладно. Пусть даже наши активные отношения разрушатся, как только закончится старшая школа. Тогда мы выбросим друг друга из своих жизней, как старые перчатки. Значит, как-то грустно. Комната отца. Он уже не вернётся. Ванная. Маленькая кухня. Передущий на листичную площадку. Проведаем мать. Комната матери. Не буду ей пока мешать. Какой заботливый сын. Ну, тут, видимо, всё то же самое, да. Компактная мусорница. Вообще, есть слово мусорница? Звучит как название какого-нибудь шука. Я включаю компьютер. О, чёрт. Таблетки кончились. И Скарли Тейлер не заставляет тебя ждать. Опять пишет, что он никчёмный фанфик. Ненавижу фанфикшн. Ву. Это не фанфик, он не никчёмный Скарли. Мы заоригиналы. Ладно, шутки шутками. Кстати, возможно, у нас будет обзор гениального фанфика. Или гениальный обзор фанфика, как вам больше нравится. Помню, возможно, если порыщите по каналу, то найдёте два таких видео, где обозреваю фанфики с сомнительного содержания. Вроде как было даже забавно отчасти. Это не фанфик, он не никчёмный Скарли. Он нелогичный и бессмысленный. Даже не знаешь, куда вести сюжет. Блин, жизненно. Как она смогла так власть написать темы и попытки что-то написать. Особенно в последнее время. Более того, перца, что и скучнее некуда за исключение главной героини. Опять же, жизненно, наверное, про мою игру, только там главной героини-то нет. Хотя, ну, на часть-то, наверное, есть. Основно женский персонаж. Да, он тоже скучный. Все скучные, все скучные. У которой и так с головой не всё в порядке, прямо как у нас, писали сами себя. Прямо рис. Юэй, не оскорблю мою дочь. А те, тварь, изначально существует такого понятия, как Собода Воли. Все персонажи контролируемые паразитом. Да-да, конечно. Вот это просто придолжь от маски, что ты с искать считателей от неумелых подачи сюжета. Ты такая надоедливая. Даже для тульпы. Послушай, даже Сипа хвалил меня. А, да, си мы общались. Кто такой Синтересный в этом мире? Просто чёрт парень какой-то. Добрый сэр, что у вас фитон? Вот и вежливо ушло из честного ответа. И ты это сам понимаешь. И, кстати, иногда тоже так делается. Честно. Поэтому, наверное, если вы скидываете на критику, вам не стоит ожидать, что если мне не понравится, я отвечаю. Может, я и скажу? Не знаю, мне неловко критиковать людей, которых я знаю. Хотя стоило бы. Лучше горькое правдам и со сладкой лжи. Всё. Чарльз, отвлекаешься. Ты никогда и никогда не заступительный экзамен для совершения с подобными железными вещами. Почему эта игра описывается? Начала описывать вдруг мою жизнь. Скажи мне, ты что, сдаёшься? Больше не стремишься стать врачом? Либо чё, если персонажи в последнее время в таких играх хотят стать врачом? Что я? Что ещё кто-то? Стремлюсь, стремлюсь я. И вообще, вокруг меня слишком много людей, которые пытались или хотят стать врачом. Вот и славно. А теперь закрой программу, сделай уборку и начнёшь готовиться к контрольным. Пам, у нас так идеально чисто. Я знаю, что будет, если ты теперь останешься следовать режиму. Да-да, всё знаю. О, сообщение идти. В последнее время само не свое, так что дай мне пять минут, ладно? Пф. Пять и только. Я начинаю отсчёт. Лучше бы за таблеточками сходили. Сходили. Эх, неудивительно ходить стать врачом, чтобы спасти нашу мать или что-то подобное. Отправлюсь я скоро в Сарвсе небесное. Чувствую, как у меня кровь отзнеет шивых. Ты уверен? Да, это моё окончательное решение. Вот как? Прости, не могу найти нужных слов. Я всё понимаю, прости, что обременил тебя всем этим. Тебе страшно? Если да, то я буду рядом. Я же твоя последовательница номер один, помнишь? Две минуты. Обожди это срочно. Ты вправду придёшь? Приду, уверь мне. Похоже, что будет наша первая последняя встреча в реалиях, да? Похоже, что так. Мне жаль. Это как-то, это как те события во второй игре в лесу. Будет тебе. Не извиняюсь. Спасибо. Что? Относишься с пониманием. Это многое значит. Конечно. Спи крепко, эфирный принц. Сокойной ночи, Шарлота. Подожди. Скарлетт включает компьютер. Что? Эй! Время вышло. Открывай учебники. Да не время сейчас забурить. Си, он... О, боже. Скоро умрёт. Ты живёшь на третьем этаже. Это интересно, а долго ли проходит восстановительное лечение после падения? Ты не посмеешь. Да неужели, а вот и посмею. Этого человека в жизни не видел. Ты не можешь себе даже представить, какой он на самом деле. Заткнись. Не стадь тебя больше слушать. Скарлетт Эйлер против здоровья дружбы и отношений по интернету. И фанфиков. Наброса главный враг современной молодёжи. Ты, похоже, никак не освоишь ворог. Скарлетт, точнее, как на открытого настежь. И охватка сильна. Интересно, насколько тульпы могут действительно в физических взаимодействиях с человеком? Как это выглядит со стороны? Мильно, извините, делу, что тебе говорят. Считай до десяти. Раз, два, три. Вслед с окна я не смогу с ним встретиться. Четыре, пять, шесть. Должно его увидеть. Я должен следовать графику. Семь, восемь, девять, дев... Прости. Прости меня, ладно, я не буду так больше. Пожалуйста, дай мне увидеть его. Ладно, теперь иди и делай, что говорят. Ни о чём не волнуйся. И не дам тебе стать ни на что негодным человеком. И суд ты переживёшь только так. Интерес, в этом мире тоже есть суд. Поэтому... ... ... ... ... ... ... ... ... Блин, я верю, что эти буквы что-то значим, может, если... ... каким-то образом это прочитать, или, скажем, английский и букв. Я не уверен, что это как-то можно прочесть, но как? И слава набор бесмысленных звуков, а мне вот почему-то показалось, что в них есть какой-то спрятанный смысл. Я сползываю вниз по стене тяжёлого дыша. Хех. Под вечер не заглушен ни единой формулы. Как же вы думаете, как же этот мир Шароот и мир Чарльзи связан? Ну, если всё правда так, то неудительно, что в России такую важную роль играет во второй игре. Да и первый он был, да и сейчас он есть. Надо проверить, как там мамы. Чувствую, что с мамой тоже не всё в порядке. Да вроде пока всё спокойно. Баночка с таблетками напыла, она пуста. Неужели, мама, принимай больше таблеток, чем было приписано? Это прописано, это страшно. Мама, сегодня на улице хорошо, не хочешь прогуляться? Прости, я не хочу встать. Всё хорошо, тебе не нужно себя заставлять. Мне очень жаль. Не волнуйся, об этом, как ты себя чувствуешь? Нормально. Просто, не страшно, чтобы не уйти из постели или вообще что-то либо делать. Есть на то какая-то особенная причина? Не знаю, наверное, нет. Просто начну я паниковать и тут же чувствую себя измождённой. Понятно, а таблетки не должны помогать. Они же кончились, помнишь? Извязательно приёмно, ты же знаешь, как работает наша система охраны здоровья. Ждать ещё месяц. Скорее бы, правда? Да. Я рада, что ты всё понимаешь. Конечно, мама. Всё хорошо. и буду много-много учиться и стану врачом. Тогда тебе не придётся ни о чём волноваться. Не перетруждайся, дорогая. Будь хорошей девочкой, ладно? Это очень жутко, конечно. Возможно, третий шарлот это какой-то... Ну, не знаю. Это та история через призыв мозга, блин, обо Феникса. О, Феликса. О, Феликса Чарльза. Я просыпаюсь в нечувствии своих конечностей. О, ты очнулась? А-а-а. Больно, 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 больно. Ну, конечно же, я прыгну тебя ножом и выбросил из окна, а такого пара тройки костей уж точно сломается. Опять тут выбрасывание из окна. Уиста всё равно боя слишком большая, чтобы разбиться насмерть. Эллир, какого чёрта? Я слез и заречья. Скорее пинать мою сломанную ногу и выгибайся от боли. Зачем ты это делаешь? И правда, чего это я? Может, я устал, что только и делаешь, что заставляешь других страдать? Или может, это потому, что больше никого не оставишь, чтобы наказал тебя за содеянное? Ты серьёзно? Мы теперь, что в героев и злодеев играем? Может быть, это она? Кстати. Может, это она? В клоуном связи? Поэтому и появилась теперь. Да что, даже что мы мерзко, мне почему-то нас жалко. Еще раз, торже, бесорхал со мной, не только ноги. О, так это она теперь жертва. Ладно, ладно, заткнусь. Ну чё ж, ты хотел дотише всем этим. Зачем показать мне прошлое? Шарльз, нашу прошлое? Текст. Не зазнавайся тут. Касса свина не был вовсе не для тебя. Скарли смотрит на вас. Добрый день. Спасибо за ваше внимание. Если заметили, то я знал о вашем присутствии в этом мире. А дерево уже точно осведомлены, что Миссула Уилчер терроризирует наш этаж уже долгое время. Соткнись, Эйлер. Ты еще не знаешь об этом мире. Элитовский сейчас говоришь. Какой блок гора ты защищаешь кучку НПЦ за сокатором сверху. Тсс. Ты совсем не в состоянии говорить. Чтоб мне не привести тебя в норму. Сказала Скарли, ты разбила небитой голову. Вот и выбила на минутку на разговор. Видите ли, у меня наиболее яркие воспоминания о бестном Сарсте. А я не уже не помню-то про Тиффи. А потому используя Сединовый Шир я могу показать вам все правду. А, ну да, вот я был прав. Все правду этого мира. Ведь ради этого вы тут, не так ли? Подождите еще немного. Я вам все покажу. Скарли поворачиваются трубочероты. Боже, и чем я только тут занимаюсь? Дед, меня не столько не уши, что сам мой Уиллжер. Ну, и не смогу никого защитить, если вы доиграть по правилам. Так вот, мне понравится этот глаз. Крепко спалось. Чарльз, слава небесам. Боже, неужно стал конец света. Ты и рада видеть меня? Ну да, типа того. Как оказалось в медпункте? Я нашел тебя лежащей сюда без сознания, та, что принес сюда? Что произошло? Да так. Эдлер хочет испортить моё шоу, и она одержима моим убийством, как и все в этом боком забытом месте. Вот как, это весьма странно. Почему? А где правда-то, черт побери? Подскажи мне, чипно она для очищается от той тульпы, что издевалась над тобой? Подожди-ка, откуда ты об этом знаешь? Это она со мной связалась. Потом об этом поговорим, и ладно. Просто представь, что я знаю о твоём прошлом и ответил на мой вопрос. Чем она отличается? Видишь ли, образ Скарлетта Эдлера этого мира соткана на своё представление о том, какое она должна была быть. Несмотря на то, что эта тульпа над ним. Ну блин, довольно жёсткая тульпа. На принципе, не очень отличается от той тульпы, верно? В целом. Конечно, сложно сидеть, какая она, так сказать, с другой стороны, потому что и Чарльз, и Шарлотта в её представлении нехорошие люди, скажем так. Она сестра, которую мне бы хотелось иметь. Деспотичная сестра. Интересно желание, мистер Чарльз, а не отражение меня самого, которое я бы хотел встретить в своей жизни. Она не... А, ну тогда понятно. Она не должна быть в рожде настроена. Не могу даже представить, что ей движет. Тьфу. Как только ты можешь быть уверенным в этом, значит, Скарлетт, по идее, в этом мире должна быть такой хорошей и доброй сестрой. У тебя столько тратительных воспоминаний о ней. Ты считаешь, что она переродилась стихически здоровой? А, неважно, меня всё это достало. Я просто использую силу матери и покончусь со всем этим. Какую ещё силу матери? Пожалуйста, не впадай в караинность. Я же тебе говорю о последствиях, не так ли? Когда использую желание, твоё тут же и закончится твоя история. Да-да, это как чит-кот с катастрофическими последствиями. Не указывай мне, что делать, ладно? Да и к тому же, сейчас, обратно, хочу выспаться. Позвольшь, не проводить тебя? Не, это слишком много болтаешь. Вот досада. К тому же, у меня новое тело. Доберусь на своих двух. Пожалуйста, пойми, что этим золозу употреблять не стоит. Ага, ага, бывает. Я дома. Жутковато. Айден, кто-нибудь? Ладно, неважно, проспать. Что-то мне кажется, что всё не так уж просто. Может, все мертвы, или наоборот, все нападут на нас? Моя школьная образовательная программа началась. В понедельник надо насмеялся весь класс. Во вторник убирали мой портель, в среду меня окунули в унитаз, в четверг на меня напали в раздевалки, в пельце заставили я искорять. В субботу я решила, я не сдамся, я не стану жертвой. Там запачка себя уродливыми цветами, я ни за что не стану грязной, ни за что я останусь чисто белой. Видимо, в этом мире, чтобы остаться чисто белой, нужно быть тот, кто унижает, третирует. Разве это не так? Да. Так я знаю, что пробу это не кончится. Я не могу пошевелиться. Как думаешь, это работает? Тсс. Разбудишь ли чего доброго? После стольки, стольки-то седативов? Блин, еще это, еще это голос так себе. Лещинка спит как убитая. Голоса, шприцы. Надо не подолчить, что я проснулся. Честно, я не в восторге от того, что мы делаем. Сырка надеяться, что дядя на теории достоверна. Боже, не сархоникер, но он всегда такой кислый, но сил у моих нет. Если он, что здесь кубы памяти, значит, по логике кубы души тоже? В теории. Ага. Послушай, я все понимаю. Да, дядя хочет здесь секрет бессмертия. Да, это важно, но... что такое звезд Тарасома и Милюмы? Музыка довольно классная. Хорошо, что подоконцом стоит сорвать. Не нужно что-нибудь выпить. Даешь мыло? Шелак, тебе серьезно нужно снизить дозу? Да-да, само собой. Давай, держи. Не проснется же она, пока нас нет. Или да. Где мы лучше? Быть того не может. А не дать мне время на побег? Нет, это точно совпадение. Иначе хать на меня. На случайно надо убираться отсюда. Я, похоже, предчувствую ничего этого. Если как ты в деле, я иду, если тебя скатушат, деться не на кого. Глава крошится. Глава кружится. Зачем же они меня накачали? Я только ногами передвигаю. Может, посправились. Тут есть вентиляция, нужно не добраться. Что-то пошло не так. Собрань, вытрохнут. Пороется, что-то неправильно. Мне кажется, что с ящика я так можно его вытелить. Прямо какая-то на изморда клеить началась. Когда там 8 эпизод, кстати? Видимо, со Шарлатом опять на это быть не играть. Может, я сижу сюда утро, и не подоснует пыл? Что значит, она пропала? Она не должна была далеко уйти. Я знаю, я знаю, расслабься. Только я знаю, она не умеет прятаться на шоу, просто поискать. Прогоню я длитый газ на телес профилактики ради шарлат. Наш, навалить от силы. Оу. Так вот, куда деваются мои трупы. Симпатичная картина ничего на старше. Что-то я даже не знаю, где нам лучше спрятаться. Кажется, куча трупов. Хотя, вроде, идея как-то так неплохая. Давайте, спрячусь. Может, и получится. Ага, вот и она. В этот труп, они всегда здесь. Правда, что ли? Эктор Хас ЮС-40, если взять, что у вас все в стреле экспериментов. Дайте, кабы, еще на другом месте. Разработало. Говорили, что мы не умеем хорошо прятаться. Все мы умеем. Потому что они ушли на тошную реку, а уж кучу расчитать время и выбросать все это. Не могу слишком выбросать мне правильщие решения запрямилось. Надо вот что лифт и лучше выбросать все. Вот раз это лифт и страшновато. этот лифт само дружить не хочет. Страшновато. Нет. Второй. Быстро. Ваше желание. Мой закон. А мне дали еще одно достижение. Вот ты где. Да господи. Достижение. Говорится, что я избежал неизбежной смерти от рук жителей первого этажа. Это то, что я ни разу не провалился? можно ли было вообще провалиться? Вот ты где. Скарл идет мне по Гэри и звонит это е-мое. Какого черта? Деваться, ну похоже, особенно некуда. Прошло всего один день, как ни странно. 10.32 На улице солнечный день. Я привезу синим большим поднятием руки и дай насдыхая с облегчением. Слабо, где у меня улица не искажено, а мы стоим на краю. Он сраги и то есть напрягается, но вскоре осознает, что это я. Черты у лица становятся мягче. Ты в порядке? Боже, что я говорю? Конечно же нет. Да не обращай внимания. Настоящий сил. На секунду я подумал, боже, надо мной подшутили. Все те, что пришел. Я прям много благодарен. Честно признаться, я не думал, что справились один. Не за что. Синий же меня. Че ты всегда думал, что он окажется выше. Мы все-таки поднялись по лестнице, у него совсем сбилось дыхание. Похоже, Физерет не силен. Похоже, что так. Ты разочаровываешь, что я выгляжу в так приятной жизни? Нет, но в крафтенского монстра ты не тянешь. Боже, да посмотри на себя. Всеряюсь, что это будет твоей аватаркой, это глубокие, эти глубокие ушки под глазами. Ты разочаровываешься то, что вам, мистер Си. Стараты более издительны в реальной жизни. А тебе, и горькая правда всех онлайн-чатов. Шарлота оказалась Шарлем Жух. Шарльц. На английском это звучало божественно, верно. Ты-то уж наверняка хотел видеть девушку своей мечты. Не считай я, что сего-либо имена так уж важны. Предоносишь имена ты, и это все, что имеет значение. Шипин интенсивайс. Честно говоря, я лишь приятно удивлен не только. Мы оказались куда более похожи, чем я ожидал. Как скажешь. Знал бы ты о Старли Тейлере. Кстати, могу ли я знать твое настоящее имя? Не псевдоним. Конечно, меня зовут Винсент. Вот как. Приятно познакомиться, Чарльз. Взаимно. Прошу встретиться с тобой до того, как... Мешная пояснёвка и пауза. Я жду, чтобы разрешить объяснение. Мелькнен решил самоконтроль и срыв. Но ничего не следует. Одна лишь оглушающая тишина. Я должен что-то сказать. Хоть что-нибудь. Могу ли я спросить, как ты пришёл к этой теории о зарождении Вселенных? А? Винсент, я не знаю, я себя в руке. Я много размышлял об этом. Я решал к выводу, что души исходны материалы создания Вселенных, заключенных в наши тела. Давай кто-то умирает, данные их души высвобождаются и просутинили что с родные и большие взрывы. Так и рождается новая Вселенная. Может, затем она и адом, и местным подобным мраем в зависимости от состояния твоего разума. Поэтому и существуют мифы о них. А значит, а мир ЦСС далеко в полности себя одного? Да, можно и так сказать. Весь внутренний мир обретает форму и рождается новая жизнь. Значит, во, невозможно на нашу миру вообще ничего-то разума? Именно. Не исключая возможности, что весь мир наш изначально был запрограммирован. В таком случае, что жёсткие боги слышу уж точно сейчас насмехаются над нами обоими. Такая правда была бы хуже всего, не думаешь. И правда, что она в таком случае концовки нашей истории уже давным-давно прописаны. Скажи, что бы сделал ты, если бы стал богом? Я почистил этот мир от всей грязи. Я? Не думаю, что подхожу для этой роли. Боги — это создатели. Даже когда я попытался написать собственную историю, в итоге я лишь ждал твой сюжет да извинил его поцей нужды. Я чуть не оригинален. И в историях моих слишком уж много о сюжетных дыр и потакании фанатов. Да и героиня моей истории маленькая девочка. В особенности ты делаешь игру на RPG-мейкере. Даже при написании злодеев я подавил всевозможные клише вроде контрактов и демонов. Блин, он написал на The Mortal Fate. Мы нашли автора этой игры. Ну и лес моросящего дождя значит тоже. Ну и лес моросящего дождя лес моросящего дождя от автора Цирику. От автора Noel Point Dream. Игра на RPG-мейкере, которая... Ну скажем так, это не самая лучшая игра в мире на RPG-мейкере. Позволь не поспориться на эту тему, считая, что уже не сегодня оригинальность идея и исполнения. Эх, где-то я тут державю, я такое слышал не раз. Но правда ли это так? И так легко насосить концепты с заезженными, но разве есть в мире нечто прекраснее и искреннее истории? К тому же Илья, что кажется, может улучшить свои навыки с годами. Сказала сам Си, веб знаменитость. Хе-хе-хе. Да. Ну что же, Винсент смотрит вниз. Он едва ли держится. Я с ним перчаткой протягиваю руку. Он же с нашими руками. Другие способов утешения я не знаю. Крайн Голз и же как он начинает часто моргать. Хочу силы за то место куда-то, куда-нибудь. Тут же одергивай себя. Не мне это решать. Я не знаю, через что он прошел и чем жил. Скарли Тейлер была права. Я ничего не знаю о Винсенте. Все, что я видел, было ослепляющей аватаркой на экране. Я совсем его не узнал. Винсент улыбается мне. Я готов умереть на месте. Белый и истинно жесткий цвет. Да. Ну. Увидимся в Царстве Небесном. Увидимся. Я, Винсент. Не нужно этого делать. Еще стынется Богом в какого-то неизвестного места, когда ты и так стал Богом моего мира. Разве ты не знаешь, что класс Москва? Разве ты не знаешь, что ничего не существует за пределами нашего мира? Тут мне пришла мысль, что может ни во что он не верит. Что нужно придумать ту теорию, чтобы убедить тебя, что все будет хорошо. Что может ты сего-то хотел? Винсент отпускает мою руку. Ты... Слишком поздно. Я теряю баланс, только наклоняясь вперед. Страх поглощает меня. Колени подкашиваются, я обошатываюсь, тяжело даже падая на бетонный пол. Я отпустил его руку. Не смог последовать за ним. Я живу ради матери. Кто это на заднем плане, Скарлеттейлер? Так всегда будет, и должно быть. Не глупо кинуть эту миру раньше ее. Так и решили себя уже давно. Я был пора. Скарлеттейлер закатывает меня за спиной. Наверное, что-то вроде. И слава Богу. Давай спускайся, идиот. Разве я не принял таблетки? Винцент пал. Я вызвал скорую и бежал, бежал, бежал прочь. Все закончилось хорошо. Говорилось было ни о чем. И то верно. В далекой-далекой стране Жил-был Тихий Бог. Не произнося ни единого слова, Каратон сувек в одиночестве. Это его создание. Тянулись друг к другу. То есть не могли перестать болтать. Наверное, ему грустно говорили одни. Наверное, он страдает, говорили другие. Наверное, ему одиноко заявляли третьи. Однако, вопреки всем поверьям, Тихий Бог был счастлив. Объятный уютной тишиной, Влаждая о бездне космоса, Он размышлял о многих вещах, Вроде, Как же терпят они весь этот шок? Или, Как могут они использовать язык во вред, Не во благо другим? И, А чего же они так одиноки, Хоть и окружены многими? Да Тихий Бог устал, Тьма объяла его, И заключила свои объятия. Без единого слова. Вторая, Как звали последователей его, О том, Как жесток, Как неумолим он был, Тихий Бог видел сны. Интересно, это про... Син? Да когда же ты оставишь меня в покое? Об этом я речи быть не может, Особенно после того, что случилось. И вот опять, Сноя все труднее и труднее дышать. Я отчаянно ловлю воздух, Пытаюсь остаться в сознании, Остаться в своем уме. Все, что перед моими глазами, Это тело Винсента, Земное, Настоящее, Распластанное на земле. Его не стало, Не стало, Не стало, Не стало, Не стало, Не стало, Не стало. Ты и правда никчемный ребенок. Я так и знал, Что встреча ним отрицательно На тебя повлияет. Должно было защитить тебя от него. Это мне от тебя защитить, Нужно еще два вещи. Скажи, Ну, когда же ты исчезнешь? Скарлетеллер, Такой не осоближе, Вразилит руки к моему лицу. Они холоднее льда. Послушай, Я здесь потому, Что я тисто, Кто может спасти тебя. Где ты в жизни ничего не добьешься? Делай, Что я скажу, И все бы у нас будет в порядке. Кстати, По-тому, Дарьяна, Молошь на блоге, И подумай о той, Что всегда была рядом с тобой. Ты знаешь, О ком я, Не так ли? Не знаю, Матерь, Может. Я закрываю уши, И пытаюсь не закоричать. Ох, Под сотни дней минуло. Интересно, Сета совсем больше нет. Анна сидит в телефоне, Поглощенный соцсетями. Ничего из ряда вон выходящее. Смотри-ка, Помнишь ту дрянь, Что я тебе вчера скинула? А, ту драму, Что я тебе вчера скинула? Можете дрянь. Все-таки, Боже мой, Ну и разрослась. Не так ли? Вот тебе и статные мышления. Наш мех защит на тену, Не естественно. В комнате высота тишина. Слушай, Я знаю, Что сейчас летал не лучший момент, Но есть кое-что, Что я тебе должен сказать. Мы расстаемся. Что-то случилось? Мы перечисляем другой город В следующем месяце. Поверь, Я пытался договорить родителей, Но они никогда не слушают. О, А это далеко? Где-то шесть часов на автобусе, Но не так уж и далеко, Наверное. Вот как? Вот как? Значит, Ты тоже уходишь. Значит, Конец нашим придворным отношениям. Знаешь, Чарли, Вот было ехать отсюда. Далеко-далеко. На мою гадкую братца, Родители, Идиоток, Подружек. Я так устала, 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 Устала. Только об этом и трындишь, Что мир несправедлив, Что люди несправедливы, Я не виновата. Вот жалость. И вечные жалобы Сидят у меня в печенке. Я, правда, Затворника-то твоего не видел. Может, Наверное, Анри, Это я. Чарли. Анри, Вот что, Почему бы и нам не сбежать вместе? Ты это? Серьезно? Ага, Никаких шуток. Ну, номер в отеле Я могу забронировать. Угу. Прогуляем завтра уроки, Ладно, И мы отправились в путь. Нет смысла покидать комнату. Три шкафа одиноко висит. Моё пульто. В чём решила Андри? Три шкафа лежит маленькая шоколадка. Не люблю сладкое, Та что дамка и её, Андри. Дамка не даёт Слачного света для чтения. Загадочная шоколадка в отеле. Настой лежит маленькая бумажка С фаролем от Wi-Fi. Андри уже зависела вишка А, вот её одежда. Всевозможной одеждой. Благаш, Андри. Слезет в Тумс. Как же она сбежала из дома Со всеми этими вещами? Как же наша мать? Три шкафа лежит маленькая шоколадка. Как учтил в стороне работников отеля? Мягкая кровать. Поговорить с Андри, ну да. Ого. Это кровать, это кровать. Будешь ещё много прыгать, сломаешь. Да знаю, я знаю. Ну что, куда мы тут направимся? Боё, я об этом позаботился. На тот свет, я полагаю. Подожди-ка. С упаковкой таблеток отдаю Андри. Вот. Тут хватит на двоих. Что? Ты? А, кидай эту паковку у неё в лицо. Ты полный дебил. Она передо мной считана их секунды. На меня здесь вторгнем стоялись удары её маленьких кулачков. Стой. Что? Мисс Лорфел? Не ступай, продолжу удалить меня снова и снова. Так мы и умерли. Листокасим, падаем на пол. Ай-яй-яй. Такое, что я подразумел под побегом. Суицид, серьёзно? Боже, такое же, как и все остальные. Хочешь меня оставить? О чём ты говоришь? Раз и не ты так, то... Так, то что? Не прекрати им же мою всю связь, как только я перееду. Боже, как же я тебя ненавижу? Моточ. Грустно. Как-то я слёзы падают на мой свитер, оставляя на нём мокрые пятна. Соревно только твои дела, что я ситрышу саде, обогаившись и после смерти всей этой хрени. Только о нём и твердишь. Что ты делаешь твоё? Я живу лишь ради матери. Ты что, врал мне? А, Андри, я... Соткнись и слушай, Эйлер. Принимай тебя таким, какой ты есть. Всего тебя. Твоя мать, может, сможешь полностью сломленную, но она тоже тебя любит. Нам обоим ты нужен, а вот так просто отказываешься собственной жизни. Блин, кстати, заметили, считая игру на шаг вперёд. Да что ты знаешь? Когда я не собирался жить дольше матери, я не говорю. Не говорю я. Всё, что заботит мать, это Скарлетт. Да она должна была родиться вместо меня. Она рядышит мне пощёчина. Не спей говорить такого. Ведь я... Ведь ты... Ты ведь даже не дописал свою историю. Стерпеешь до обновлений каждой недели, знаешь? А, кусочки и мозаики начали ссать на свои места. Анри, красящий свои волосы, мой цвет. Какой интересный оригинальный её цвет. Мгновенно ответ в соцсетях. Поддельные отношения. Анри, лкунь я. Анри рядом. Анри, не всё равно. В смысле тяжело дышать. Анри плачет. Мои глаза сухи. Послушай, повторяй за мной. Это не моя вина. Чего я себе врать буду? Просто я что и говорю, чёрт возьми. Это не моя вина. Довольно? Или такое уже вроде было, когда они смотрели, как его это бьёт? Или мне кажется? Это не моя вина. 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 Анри целует меня. Да. Анри, Анри стала для нас такой же, как все прочие. Как-то официанты. Я сдерживаю ротный позыв. Это не моя вина. Это не моя вина. Это не моя вина. Повторяли эти слова подобному Андри. На удивление стало нам немного легче. И тогда мне пришла одна мысль. Может, именно эти словами Андрей утешал себя всё это время Просто она никому не говорила об этом Мы лишь на поле ещё долгое время Надеюсь, он хорошо помыт Я хочу снова поговорить с ним Я знаю Знаешь? А так и не загончил альманах Эфира Главный герой перерождался снова и снова Что в стебе у королевы чернильной, что ли Но что-то всегда шло не так Ему пришлось её отпустить Смогу ли я когда-нибудь тоже всё отпустить? Не знаю Сам разбирайся Ага, решено Я бросаю тебя Хочешь сдохнуть как собака? Давай, флак тебе в руки Андрей, пофиг Только убеди, что я об этом никогда не узнаю Вы сами себе противоречите, мисс Уорхал Иди ты Когда встречать с кем-то заправлю То пусть это будет милая девушка Как Шарлота Она не позволит заткнуться Но она милее всех на свете Да-да Если её встретите, я уж точно и жара задам В длительное, что вы обунести Да, я заметил, как она в второй игре нам задала жару Всё, связывайте Кусочки мозаики начинают ствать на свои места Андрей, такая задира Крепко её обнимаю Потому что это наше последнее объятие Спасибо тебе Правда Прости, что не смог принять твои чувства Мы упаковывали свои вещи и вернулись домой следующим утром В следующем месте семья Андрей переехала в другой город, как они и планировали Скорее всего, они больше не общались Полтора года спустя мы прекратили общение Всё закончилось хорошо Горевать было не о чем Мы остались совсем одни Давным-давно в далёко-далёко среднее Жила была кожаная принцесса Каждый день меняла на свою кожу Это про Анри, да? Чтобы выглядеть в наилучшем свете Перед каждой эгон, которую она встречала Каждую ночь взирала на себе кожу Рода от невыносимой боли Шепча Это не моя... Ну да, очевидно Это про Анри Это не моя вина Это не моя вина Это не моя вина Снова и снова Но не знала она, что все люди в её королевстве Изначально были слепы Блин, это сильный, конечно Я не знаю, очень расстроился почему-то Не знаю Чарльз такой интересный персонаж Мне очень интересно распутать Вся этот клубок из происходящего Я так понимаю, что это ведь Настоящая реальность А всё, что касается Шарлоты Это уже какие-то видения Иллюзии Чарльза Или может его история Так? Или я не прав? Мам? Мама Уже утро Мать умерла, да Мама Ты Она умерла Или она просто Только не эта И ты тоже Как все Было бы проще, если бы моя мать была трудо-горе Конечно, задерживающимся на работе Было бы проще, если бы мы ненавидели друг друга Было бы проще, если бы я не помню У дни, когда она была ещё полна сил Кому захочется признаться в том, что их родители отказались от жизни Медленно гнило спали Ни день от дня Кому захочется признаться в том, что они думали о своём единственном родном человеке Как о паразите До того дня ничто уже не было прежним Чарльз Эйлер Ну, а что решили у нас эту задачу Мистер Эйлер Блин, это знаете, что мне немного напомню? Как что-то нового называется? Песня Саи, да? Песня Саи Да, точно, песня Саи Там, в сути сюжет заключалась в том, что главный герой попал в аварию и видел всех людей Ну, кроме той самой Саи Как жутких монстров Жутких, отвратительных монстров Всех людей вокруг И самая плохая новая, кстати, была Я даже сказал, неплохая Ну, первая половина мне понравилась Она была очень сильным саспенсом и хором А вторая половина мне как-то Ну, или даже не вторая половина, может, треть последняя Как-то меня не так порадовал, ну, не знаю Когда себя превратилась в боевичок Ну, его... Да Ну, и вообще, как-то не говногерой, не Саи Мне никогда особо не нравились Хотя я не думаю, что задумывал, что мне даже нравится Но я отвлекся Я бегаю из класса, пререком в уборную Провожаю как во фоне голосов одноклассников И рвет унитаз, ведь завтра всегда однись по его стенкам Так, прямо как уголь Отвратительно В момент я осознал Я ж никогда не смогу никому прикоснуться Я думаю, что твое лицо осталось неизменным Белое, чистое Стерильное Свободное от заразы Винсент Я тоже хочу стать чистым Хочу вознестись стать таким же белым, как ты Что же ты должен сделать, чтобы уснуть себе эту грязь? Довольно иронично, да? Что он носит себе черное? Ах Ты знаешь, это время, не так ли? Все было так просто Я не смог заменить скарлетт, не смог помочь, что они над кем издевались Не смог выбрать Аннари, не смог вернуть матери, и в конце концов я не стремился и ничего не достиг Я проиграл в саде Жизнь, не знаю Здесь жизнь после смерти существует, я не хочу быть в ней главным героем Такая, как Шарлота, куда больше подходит в этой роли Тогда, может быть, все, что происходит в Шарлоте, это какой-то загробный мир Итоги истории моей не было о преодолении трудностей Это была история безнадежности Скарлеттейлер скалит зубы мне за спиной Ты отказываешься от своей жизни? Серьезно? Хватите себя, как дитя моего Возвращайся домой Я закрываю уши руками Хватит себя жалеть Совершенно не стараешься Соткни свой род чудовище Ты даже не сестра мне Да сделаешь уродливое отражение меня самого Раковая опухоль моего разума Эй, слушай меня Возвращайся немедленно Ты голос так громок Так громок Начнем лучше опускаться ко дну Тем тише он становится Я закрыв глаза и начал задыхаться Иозах, пока мои легкие не разорвало изнутри Горевать было не о чем Все ведь закончилось хорошо Не так ли? Да? Как ли сохранить данную душу? Я не знаю, я не знаю Сохранить? А ноты Сохранения игры Судя по всему Так красиво названы Давайте тогда на этом, пожалуй, закончим Вот Не знаю Есть ли что-то еще из Торичарза Что мы у него знали Ну, в принципе, свои мысли По поводу произошедшего Я, так сказать, высказал В принципе, они сильно изменились Я не уверен, что все настолько просто Еще видно, как это сказал я Ну Ну Ну, не знаю, мне интересно, что вы думаете Ну, хотя это Хоть это очень такая запутанная Многослоя Но в то же время Эта история Даже если я не могу в ней Разобраться До конца Она все равно кажется какой-то невероятной Жизненной И очень грустной Ладно, пишите, что вы думаете в комментариях Надеюсь, что вам понравилось С вами был Вангард И до новых встреч, друзья До новых встреч в следующей серии До новых встреч